Надо, надо, конечно, стартовать его уже, ребята. Согласитесь, самолет красавчик. Ребята, всем большой привет. Ну вот и наступил тот день, когда мы приступим к испытаниям коршуна нашего скоростного турбореактивного самолета, который я делал просто очень-очень реально долго. На то были свои причины. Тут одних только доделок было на целый месяц. И вот уже начинает холодать. И я резко решил начать испытание, потому что вроде бы все готово. Обратите внимание, на крылышках появилась защита, которая будет защищать самолет, если он накрениться. И будет такая возможность цепить за взлетно-пассажную полосу, за асфальт. Короче говоря, чтобы не стереть часть крыла. Сделал такие вот жертвенные защиты. Они имеют аэродинамическую форму. Сопротивление по идее не должны давать, но защищать будут хорошо. Они из пенопласта, они тонкие, не жесткие. Должны проминаться, ломаться, стираться. Еще есть вот такая штука, сделанная из стеклопластикового чулка. Она будет точно так же, как и те жертвенные маленькие лыжи крепится на середину фюзеляжа. Это комплектация самолета, если мы будем взлетать с какой-то травы, с какого-то поля. То есть это, можно сказать, летний вариант. Может быть даже это зимний вариант. Со льда взлетать либо с заснеженного поля с твердой коркой. Либо делать крючок и на резине запускать. То есть видите, сколько много вариантов всего этого дела. Но так как сейчас у нас зима почти что уже, глубокая осень, все холоднее и холоднее становится. Что мы будем делать? Нам понадобится какое-то другое средство запуска. Так ведь? Поэтому это мы убираем и устанавливаем сюда абсолютно новенькие шасси. Средство запуска со взлетно-посадочной полосы. Покрашено опять же в кэнди краску. Эти шасси съемные и имеют свое собственное управление. Вот это колесо, оно управляется. Все скрыто внутри. Есть лишь выход, который мы будем подключать к приемнику. Еще ничего не испытывалось. Вот сегодня хочется начать с беговых испытаний. Ну а там посмотрим, что получится. Приехали ребята на аэродром. Вывезли малыша наконец-таки, чтобы он здесь побегал немножечко. И сейчас будем производить кое-какие испытания небольшие. Конечно, очень он мне нравится. Красивый, супер красивый просто самолет получился. Покраска вообще роскошь какая-то. Сегодня погоняем его по полосе. Посмотрим, как он себя ведет. Посмотрим, как двигатель себя ведет. Хотя вот это классный мотор. Он в общем-то не отключается. Все может быть. Будем прислушиваться к тем знакам, которые он нам будет давать сегодня. Здесь у нас появился титановый костыль. Появился грузик стальной. Моя задача при проектировании шасси заключалась в том, чтобы добиться и нормального взлета. То есть, чтобы рулями самолету не пришлось сильно нажимать. Чтобы в центре тяжести было. Чтобы можно было легко наклонить нос. Видите, вот я одной рукой наклоняю. Ну и в то же время нужно естественно обеспечить устойчивость на посадке. Грузом вроде бы добились мы нормальной центровки. Потому что здесь тяжелее мотор должен стоять. И все рассчитано под более тяжелый двигатель. Поэтому на легком двигатель надо добавлять. Кстати, ребята. Хочется сделать, раз уж здесь грузы какие-то добавляются. Хочется сделать вектор тяги. Такой простейший. И тогда самолетом вообще классно будет управлять. Страшно, конечно, запускать. Очень страшно. Но сегодня не страшно все-таки. Потому что будем гонять его просто на колесах. И пробовать, как он себя ведет. Что-то пошло. Граждан. Сäter looking. С favorable о том, что все теряться в курсе. Продолжение следует... В одном из заездов заклинило колесо и из-за этого самолет чуть не перевернулся. Уже есть первые боевые ранения. Во-первых, пострадал носик немножко. Во-вторых, немножко пострадала крылышко вот здесь. Но тут фактически только краска пострадала и здесь счесалась. Но он очень сильно накренился. В общем-то эта штука вроде бы помогает. Принято решение заменить основные колеса. Были куплены ролики, разобраны на вот такие колеса. Они даже кстати в темноте светятся. Ну и вот уже готовы, можно сказать, новые шасси, которые не будут заклинивать. Заклинило из-за того, что я, возможно, сделал слишком маленький зазор. Ну то ладно, то в прошлом. Друзья, всё, меняем колеса и уже в следующий раз, думаю, будем стартовать полностью. Следующий раз будет в этом видео, просто немножко попозже. Всё, ребята, наконец-таки мы дождались того времени, когда будем стартовать самолёт. Я уже даже не знаю сколько, 4-5 месяцев пришлось ждать. Страшно, конечно, очень. Ну а что делать? Если честно, у меня какое-то хорошее настроение и ветер по полосе. То есть на взлёте и на посадке будет не особо большая скорость. Поэтому должно быть довольно-таки легко и просто запустить его. Сделали колесики, покатали, всё нормально, поставили камеру. В принципе всё, можно потихонечку запускать двигатель и стартовать. Эх, сейчас точно что-то будет, сто процентов. Но 접종 не приходи ваше. Понеслась? Что случилось? Вышел из баланса, да? По-моему, это оторвалась стоечка и он перестал рубиться. Передняя может пострадать. Ну ладно, надо еще раз стартовать. Вроде все далеко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Виталик, возьми, мне его подстримируй вверх. Вверх подстримировать? Да, да. Тянет вниз? Да. Вверх, потому что лечу. От себя толкнул. А теперь крен на себя сделай. Крен на себя сделай. Сейчас еще чуть-чуть пару щелчков. Пощелкай прямо к себе. Давай я посажусь. Давай. Надо вводить его вверх. А ты его там успеешь поймать? Как там не поймать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. И мы все переходим. Делай. На асфальте он... Видишь, на асфальте скользнет. А тут он может и перевернуться. А может и так же, как там. Ты уверен, что центровка правильная? Нет. Это первый полет. Я даже не знаю, в какую сторону она неправильная. Мне непонятно. Нет, не смог. Ну видишь, да. Очень жестко. Последние моменты просто происходят непонятно. Да, да, да. Я знаю. Он очень резкий. Ты держал. Ты видишь, держал скорость. Резкий очень. Ну я не в восторге, если честно. Посадил не сам. Но самолет как бы вернули на землю. Хоть и в таком виде, ребята. Скорость вы видели какая на данный момент? В общем, как-то так пока. В принципе, положительно довольно-таки. Скворчит. Все нормально с самолетом. Центровка неправильная. Центровка неправильная. Тут даже никто не спорит. Ну а как ее поймешь, пока не взлетишь? Понимаешь? Видишь, вроде бы все нормально. Но когда начинаю снижать скорость, я не начинаю его ловить. Просто начинаю и все. Да? Да. Ну тогда надо снимать грузы, как говорится. Снимать один груз как минимум. Да, два. Она от одного мало что влияет, если один снять. Ну в общем, это 200 мы сделали уже, судя по видеозаписи с бортовой камеры. Видеозапись была вот с этой камеры. Но выяснились кое-какие нюансы. Да и плюс потемнело уже. Солнышко заходит. Не успеем мы, короче говоря, сделать еще один взлет. Я центровку сместил, потому что очень жестко было летать. Просто жесть нереальная. Еще что надо сделать? Наверное, надо все-таки приподнять переднюю стойку шасси. Крыло может даже и под небольшим углом атаки. Но недостаточно. Такое ощущение, что жестко прижимает самолет. Мы по записи смотрели, 90 км в час отрыв был. Так что поедем домой. Надо немножко починиться. Ну а на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Ждем более эпичных видео с этим самолетом. Всем пока, до новых встреч!